Так кто и зачем устроил керченскую провокацию? Не устают это обсуждать в СМИ и в интернете. Главный вопрос, кому это выгодно, находит единственный ответ Петру Порошенко, чьи политические амбиции, судя по рейтингам, очевидно, ограничивались мартовскими выборами. И вот тут возникает другой вопрос. Почему свои амбиции он пытается удовлетворить, ставя под удар жизни обычных срочников? Все публикации изучила Юля Шустрая. Тему провокаций в Керченском проливе не устают обсуждать все, от политиков до блогеров. Как у нас, так и на Украине, и в Европе, и даже в США. Причем разнятся в речах и постах только оттенки, а вот лейтмотив один. Это была именно провокация, выгодная только одному человеку, нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Я инженер, я менеджер. Паша знает, я моряк. Я хожу морем и далеко. Я знаю, что такое проходы проливов. Но первое, вот эти классы герзы. У меня простые менеджерские вопросы, как у логиста. Почему два повезли трейлерами в Мариуполь, а эти пошли морем? И это же правда, что нашли на борту и оружие, и кодекс. И те показания, которые дали, и говорят, ну, во-первых, врет командующий ВМС. А какие у меня основания не верить? Это же офицеры, это же люди. А почему? Я не видел на них следов пыток. Меня бесит, когда начинают лить крокодильи слезы и говорить о 18-летних пацанах. А скажите, кто их послал? К крокодильях, как выразился этот спикер слез, в социальных сетях и в эфирах телеканалов действительно пролито немало. Пострадали трое совсем молодых матросов. Андрей Артеменко, 94-го года рождения, Василий Сорока, 91-го, и Андрей Эйдер, 99-го. Все сейчас в Керченской больнице номер один имени Пирогова. Их жизням ничто не угрожает. Но сам факт, что в подобной операции участвовали столь молодые ребята, будоражит общественность. Я думаю, вполне подозревающий и осознанно выбравший такой путь, путь служения своему народу и стране, как бы это пафосно ни звучало. И не морячок он и остальные, а настоящий мужчина, несмотря на свой совсем юный возраст. Ими восхищаться нужно и гордиться, переживать, конечно, в такой сложной ситуации, но уж точно не жалеть. 19 лет. Зачем отправлять на такое опасное задание срочников? Комментариев 50 на 50. Одни в поступках умудряются отыскивать героизм, другие глупость. Третьи негодуют, что руководство Украины отправило этих мальчиков на суда провокаторы. В любом случае вердикт для Порошенко по итогам этой операции неутешительный. Очевиден факт. Президент просто пытается отвлечь общественность от предвыборной гонки. Как выразился на своей странице в Facebook кандидат президента Украины Александр Шевченко. Он циничный и коварный враг Украины. Он прекрасно осознает никчемность своего рейтинга накануне президентских выборов. Вы прекрасно понимаете, что шансов на честную борьбу у него нет. И после выборов его ожидает изъятие и конфискация всего награбленного имущества. Всего награбованного подчас войны. Если Порошенко и его оппонентов сейчас интересует эта крупная игра, то украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение водной границы России, куда более приземленной заботы. Пока Крымский суд арестовал их на два месяца. До выяснения остальных обстоятельств. Но в будущем всем грозит серьезный срок. Впрочем, как пишут в социальных сетях, главное, чтобы здоровы были. И с этим у задержанных все в порядке. Ведь интернет уже облетели и заявления независимых правозащитников, и вот эта записка родственникам, переданная через адвоката одним из моряков. У меня все хорошо. Не волнуйтесь, всех люблю, целую. Юлия Шустрая, Вести.